За скандал президента извинился народ. После резких заявлений Джо Байдена в адрес Владимира Путина, десятка американцев направили в российское посольство письма, в которых высказались за дружественные отношения с Москвой. Ну а о пресс-службе Белого дома вновь пришлось объясняться перед избирателями. На этот раз, почему американский президент не устоял на ногах, поднимаясь по трапу самолета. Александра Сергомасова подробнее. Игра в молчанку уместна далеко не всегда. Особенно на политической арене, где правит конкретика. Со среды команда Байдена, похоже, пребывала в состоянии усиленного мозгового штурма, как достойно справиться с тем, что заварил собственный президент. И вот спустя два дня американский лидер уже не бежит в панике от вопросов журналистов, а что-то даже пытается сказать в ответ. Пока не уверена, но в данной ситуации и эти нелепые слова уже хоть что-то. Вы собираетесь принять предложение Владимира Путина насчет встречи и разговора? Я уверен, что на каком-то этапе мы поговорим. Впрочем, произойдет ли это хотя бы в обозримом будущем, пока непонятно. В Кремле для переговоров предлагают вполне конкретные сроки. Современные средства связи прекрасно позволяют провести встречу, даже несмотря на то, что лидеры двух стран находятся на разных континентах и их разделяют несколько часовых поясов. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент четко заявил о желании продолжать отношения между двумя странами. Это в интересах не только России и США, но и всего мира. Понимают, кажется, это и за океаном. Вот только не политическая верхушка, а обычные американцы. Наш посол Анатолий Антонов, который сегодня должен прибыть в МИД для консультации, поблагодарил граждан США за поддержку, которую те высказали ему в письменных обращениях. Глубоко тронут неравнодушной и активной позиции простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связи между Россией и американским народом сохранился. Выражаю надежду на то, что администрация прислушается голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений. Джо Байден после провокационных вопросов так разнервничался, что с трудом зашел в собственный борт номер один. Сначала американский лидер трижды споткнулся на трапе, каждый раз каким-то чудом удерживая баланс. В конце концов, битву с гравитацией проиграл и все же упал на ступеньки. Американцы не на шутку напуганы. С президентом происходит что-то неладное. Пресс-службе пришлось изобретать отговорки. С Байденом все прекрасно. Оказалось, что в этот момент на взлетной полосе подул очень сильный ветер. Он-то и сбил президента с ног. Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто. На улице очень ветрено, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не русские хакеры под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер. Сын экс-президента Дональд Трамп-младший в своих соцсетях выложил скриншот погодных сводок. Если верить им, ветра в том районе не было совсем. Скорость воздуха в момент инцидента составляла примерно 6 метров в секунду. Такое дуновение способно разве что шевелить небольшие ветки, да поднимать с асфальта пыль. В соцсетях уже десятки мемов на тему того, что на самом деле произошло с Байденом. Виноват Трамп. Это самая популярная выдуманная теория. По крайней мере, именно под видео с попаданием Байдену в голову мячиком для гольфа от клюшки Трампа больше всего лайков. Александра Сергомасова, Александр Званцев, ТВЦентр.